У предпринимателей Брещины горячая пора. До Нового года они должны разобраться с документацией, реализовать старый товар и работать по новым правилам. То есть торговля может иметь место лишь сертифицированным товарам. И если в июле 2014 указ номер 222 только вступил в силу и претерпевал некоторые корректировки, в частности переносили сроки реализации остатков товаров и установки терминалов, то сегодня уже стал известен окончательный вариант. Быть или не быть на рынках лишь сертифицированному ввозному товару, так вопрос уже не стоит. На сегодняшний день у нас действует 222 указ президента о реализации предпринимателями остатков товаров. С 1 мая 2016 года предпринимателям будет запрещено реализовывать товары без документов. То есть на сегодняшний день они еще могут реализовывать свои остатки, а с 1 мая запрещено будет реализовывать данные товары. И цель нашей пресс-конференции, чтобы объяснить предпринимателям, как работать в новых условиях, подсказать, на какие системы можно переходить, какие документы должны быть в наличии. Мы готовим их в том направлении, как им предстоит работать. Самое главное, чтобы они знали, как нужно делать это в современных условиях, и чтобы они исполняли законодательство. Сегодня, я надеюсь, они из первых уст услышат, как им предстоит работать, зададут вопросы. Пока еще непонятных, неразъясненных вопросов было достаточно много, и в целом настроение индивидуальных предпринимателей радужным не назовешь. Нововведения уже не первый год обсуждаемые, привычный ритм работы серьезно поменяют. В лучшую ли сторону или наоборот, пока непонятно. Но чтобы был положительный эффект, предприниматели старались узнать все нюансы работы, которые им предстоит выполнять. Ведь, как известно, деньги любят счет, а документы – порядок. Конечно, некоторые относятся к новшествам с долей скептицизма, другие предпочитают вникнуть в новую систему правил. Они со страхом ожидают вот этих нововведений, потому что самая большая проблема – это работа с документами, которые им предстоит совершать в 2016 году. И, к сожалению, документы трудно представить. Поэтому сегодня вот этот вопрос, который будет обсуждаться, он не просто актуальный, а он актуальнейший. Но на пресловутой теме сертификации товаров предприниматели не остановились. С января следующего года на рынках будет введена система расчета через платежные терминалы. Теперь все объекты, входящие в соответствующий перечень, обязаны иметь их в наличии. Предусмотрительно введенное поэтапное внедрение системы безналичных расчетов, чтобы избежать одномоментного повышенного спроса на платежные терминалы, в конце года закончится. Установка, конечно, платежных терминалов. Если магазин, мы привыкли, когда заходим в магазин, там терминалы работают, мы достали карточку и рассчитались, то, к сожалению, например, в маленьких торговых объектах эта, так сказать, услуга отсутствует. И вот сегодня расскажут, как она должна быть, при каких условиях она должна быть установлена, как им работать и почему нельзя работать без нее. Это второй актуальнейший вопрос. Мы их вооружаем знаниями. Подобные встречи сотрудников налоговой инспекции с представителями бизнеса не редкость. Как правило, такие мероприятия помогают индивидуальным предпринимателям разобраться в том или ином вопросе и расставить все точки над «и». Есть надежда, что условия нового указа не станут серьезной проблемой на пути к дальнейшей торговле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова